Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. В Новый год в новый дом. Дольщики долгостроенного Луначарского получают ключи от квартир. Забыть, как страшный сон. Аварийный барак на управленческом, ставший пристанище для бомжей, снесли. Гид с дипломом. К чемпионату мира экскурсоводы пройдут курсы повышения квалификации. Под Новый год сбываются мечты. Даже 12-летней давности обманутые дольщики Самары годами ждали обещанных квартир в доме на Луначарского 5. Чудо все-таки случилось, правда, после вмешательства властей. Видом из новостройки полюбовалась Валерия Макарова. Как вы видите, квартиры все уже полностью готовы для заселения. Стены идеально ровные, потолки высокие, радиатор на месте, отопление имеется. Дом полностью готов к заселению. Ждать этих слов дольщикам пришлось 12 лет. Дом Луначарского начали возводить незаконно. Когда завершился суд по делу нерадивого бизнесмена, люди остались без денег и квартир. В дело вмешалось областное министерство строительства. В 2012 году для дома нашли нового застройщика. Новым застройщикам была получена вся разрешительная документация для возведения 25-этажного дома. И, как вы можете видеть, в настоящий момент объект полностью построен. Сейчас к дому подведены все коммуникации, благоустроен двор, хотя строители и столкнулись с определенными трудностями. Объект сложный в плане подведения инженерных коммуникаций. Сложные грунты. И применены инновационные технологии при устройстве фундаментов. Готовый дом комиссия проинспектирует до 30 декабря. И уже в январе здесь появятся первые жильцы, в том числе полсотни обманутых дольщиков. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Сделано в Самаре, востребовано во всей России. В городе открыли еще несколько опорных пунктов полиции. Павильоны оснащены и сделаны так, что позавидовали им даже в столице. Красную ленту в новом пункте правопорядка в Кировском районе перерезал сегодня глава города. Валерия Макарова наблюдала за церемонией открытия. Связь работает исправно. Новым пунктом полиции доволен не только глава Самары, но и ее жители. И мы подойдем, скажем, где что неполадно. Проспект «Гюнных пионеров» теперь под круглосуточным присмотром благодаря опорному пункту полиции. В нем тепло зимой, для безопасности установлены камеры наблюдения. Есть помещения и для тех, кто нарушает общественный покой. Самарское нововведение оценили на федеральном уровне. В Самару приезжал заместитель главы Министерства внутренних дел России. Он практически очень высоко оценил и отметил, что техническая оснащенность, информационное обеспечение, внешний вид. Вот этих помещений, предназначенных для стационарных пунктов полиции, очень высоко. И сказал, что практически ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге пока такого нет. Дизайн пункта полиции разработан и изготовлен местными специалистами. И если самарскую инициативу поддержат другие регионы, то, по мнению главы города, это позволит создать новые рабочие места. Мы ставим пункты там, где наиболее это целесообразно с точки зрения профилактики тех или иных правонарушений. Счетом того, что мы восстановили вот этот замечательный проспект, нам, конечно, хотелось бы, чтобы здесь присутствовал опорный пункт полиции, для того, чтобы предотвращать возможные факты хулиганского поведения. В этом году в Самаре открыты шесть опорных пунктов полиции. Правоохранители, городские власти активно работают в деле общественной безопасности. Это, в частности, касается работы ДНД. Как результат, уровень преступности в городе снизился на 2,5%. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Самарцам должно быть комфортно как в центре города, так и на его окраинах. Городские власти задают новый тренд развития мегаполиса. При этом понятно, что в каждом районе свои проблемы. Сегодня речь о Красноглинском. Что успели сделать за год, увидела Лариса Шалафаст. В Красноглинском районе немало проблем, которые долго ждали своего решения. Недавно на этом месте стояло заброшенное здание. Дом сгорел еще в 2009-м. Жители расселили, а двухэтажка превратилась в неживописные развалины. Люди не разжаловались, но услышали их только сейчас. Жители обратились к главе администрации района. Целых семь лет стояла вот эта вот Брестская крепость. Больше никак у нас ее не называли Брестская крепость, которая начала превращаться в мусорку, в свалку, в приют бомжей. Жители нашего дома писали, ходили и к депутатам, и к главам администрации. Сейчас, вот буквально перед Новым годом, эту Брестскую крепость у нас снесли. Еще один вопрос о состоянии дорог. Его не раз поднимали горожане на встрече с главой города. Внимание к Красноглинскому району не меньше, чем центру Самары. В этом году переложили асфальт в поселке Красная Глинка. Картами отремонтировали улицу Батайскую и восстановили дорогу до станции Козелковская. Проведена огромная работа. Улица Курильская до железнодорожного переезда. Установлена площадка двор, в котором мы живем по аналогии с ней. Тротуар, пешеходная зона. Полностью восстановлено освещение. Но на следующий год еще предстоит работы по установке пешеходной зоны тротуара. К вопросам благоустройства в Красноглинском районе подходит комплексно. В этом году в рамках программы «Двор, в котором мы живем» благоустроили пять дворов. Раньше на улице Академика Кузнецова был пустырь. Теперь современная детская площадка и асфальтовые дорожки. Две большие разницы. Тут что, у нас одни были ямины, тротуаров у нас вообще не было. А сейчас благоустроили, нам все тротуары сделали, дороги сделали, отмостки к домам мы. По асфальту, конечно, лучше ходить. Комфортней, приятней. Опять же, очень большая благодарность, что для детей много сделали. Благоустраивать район продолжат и в следующем году. Мы, безусловно, в этом году провели конкурсы и определили на следующий год пять дворовых территорий. Я бы очень хотел, чтобы эта программа существовала и продолжалась дальше, потому что в рамках этой программы делается очень много хорошего. Позаботились здесь и о предстоящих праздниках. Жителям Красной Глинки не нужно ехать в центр города, чтобы попасть в новогоднюю сказку. В Красноглинском районе ничуть не хуже. Девять красочно разукрашенных площадок. Выбирай любую. С учетом того, что у нас в прошлом году введены в строй ДК «Сатурн», ДК «Пламя», в этом году они подключились к праздникам, значит, вокруг них установлены тоже новогодние комплексы. Естественно, там, соответственно, программа. По вечерам здесь разноцветными огнями сверкает новогодняя иллюминация. А это значит, что в Красноглинском районе праздник точно удался. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Эксперимент по раздельному сбору мусора больше не эксперимент. Начатый в 2013 году, он успешно зарекомендовал себе. Сегодня в Самаре больше 500 контейнеров, где пластиковые бутылки складывают отдельно. В планах на следующий год увеличить количество таких площадок до 50% по городу. Это позволит не только беречь экологическую обстановку, но и экономить. О том, как мусор из источника проблем может превратиться в источник прибыли, расскажет Мариана Мирная. Желтые контейнеры стали появляться в Самаре с 2013 года. Начинали с 50 площадок. Сегодня их в 10 раз больше. И это не предел. Мы считаем, что эксперимент настолько успешен, что мы уже отказались от понятия эксперимент. Это уже у нас постоянное мероприятие. Оно все ширится, приобретает всю большую массовость. Пластик в естественной среде разлагается около 500 лет, а при возгорании пэт-бутылки выделяют ядовитые вещества. Экологи отмечают, для воспитания подрастающего поколения опыт раздельного сбора мусора очень полезен. Так как люди привыкают к тому, что есть некие экологические понятия, которые можно использовать в быту, терминология соответствующая. И дети, они также с малых лет, когда есть такая система, они уже знают, что есть такое понятие, как раздельный сбор. Сортировка мусора позволяет существенно сократить число свалок. То, что могло годами разлагаться, может подарить жизнь новым товарам. Бутылки у нас сортируются компаниями, которые производят их сбор, измельчаются до состояния таких вот опилок пластиковых. И это добавляется к новому пластиковому сырью, из которого делают точно такие же бутылки. Отходы могут быть отсортированы как вручную, так и специальными машинами. Это вполне может стать прибыльным бизнесом. Создание производств по раздельному сбору мусора и предприятий по его переработке создает новую, неограниченную потребность в рабочей силе. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Спецоперация на улицах Самары. Сотрудники ГИБДД и наркополицейские. Как итог, несколько десятков человек не смогли уйти просто так. Они уехали с хорошим настроением и подарками. Перед новогодними праздниками силовики переоделись в сказочных персонажей. Деда Морозу и Снегурочку вручали водителям сувениры. Не просто так. Чтобы получить подарок, нужно было отгадать загадки и прочитать стихи. Подобные акции по выявлению вежливых водителей силовики проводят ежегодно. Конечно, у человека на душе становится гораздо теплее, поднимается настроение. И, в общем-то, надеемся, что такие мероприятия, как я уже сказала, поднимут имидж силовых структур. И позволят водителям, напомнят водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Мы специально развернулись и вернулись, чтобы нас поздравили с Новым годом. Новый год чувствуется, теперь с подарками чувствуется вдвойне. Три самарских блогера, арестованных по обвинению в вымогательстве, встретят Новый год в изоляторе. Сегодня им продлили срок содержания под стражей. Напомним, Олега Иванца, Дмитрия Бегуна и Наталья Умярова задержали в октябре этого года. По данным следствия, блогеры требовали деньги у бизнесмена Сергея Шатила. За 1 миллион 200 тысяч рублей, и это, уверены следователи, только часть суммы, они обещали удалить со своих страниц в интернете компрометирующую информацию и не публиковать новые материалы. По решению Октябрьского суда, под стражи блогеры пробудут до конца февраля 2016 года. А теперь коротко о других темах дня. На позитивной ноте завершилась история, которая возмутила жителей Самары. Собаки, оставшиеся в живых после длительного голодания, нашли дом. Инцидент произошел в июле в микрорайоне «Крутые ключи». Две собаки, долматинец и дворняга, провели в запертой квартире несколько недель. Их там оставил хозяин жилплощади. Долматинец умер, а дворняжку 5 месяцев выхаживали зоозащитники. Теперь она здорова, и у нее появилась новая хозяйка. Продолжается процесс по делу Владислава Роговика, признанному убийцей своей девушки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. И обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Приговором остались недовольные и адвокат родителей Анны Бондаревой, и защитник Владислава Роговика. Они настаивают на ужесточении приговора и смягчении наказаний соответственно. Дата заседания пока не назначена. Погасить долги. Настоятельно рекомендует администрация Самары организациям, которые имеют задолженности перед персоналом, пенсионным фондом или налоговой. Межведомственная комиссия по мобилизации денежных средств вызвала на ковер представителей коммерческого бизнеса. На них наложили обязательства в кратчайшие сроки исправить ситуацию, так как некоторые налоги напрямую поступают в городскую казну, а дефицит Самаре не нужен. Тем фирмам, которые проигнорируют рекомендации комиссии, будет закрыт доступ к системе муниципальных закупок. В следующем году число государственных праздников не увеличится, но вот отдыхать россияне будут больше. Новогодние каникулы продлятся, как обычно, с 1 по 10 января. На международный женский день будем отдыхать 4 дня. В феврале на День защитника Отечества на сутки меньше. Дополнительные выходные ждут и в июне с 11 по 13 на День России и в ноябре с 4 по 6 на День народного единства. Майские каникулы будут короче, чем обычно. В начале месяца всего три дня и столько же на День Победы. Конкурс на лучшее оформление здания в Самаре завершен. В нем принимали участие крупные промышленные предприятия, магазины и даже школы и детсады. Победители наградили сегодня филармонию. Марианна Мирная присоединилась к поздравлениям. Получая награду за лучшее оформление здания, директор школы номер 24, что в Кубишевском районе, Марина Романова, не скрывает радости. Говорит, новогоднюю атмосферу создавали вместе учителя, дети и родители. Новогодняя елка, которую мы специально из леса привезли. И был объявлен конкурс на лучше новогоднюю игрушку. Эта елка сейчас у нас стоит во дворе школы, 6,5 метров. Мы ее наряжали все вместе. Каждый ребенок может найти там свою игрушку. Благодарностями и памятными подарками наградили самарцев за активное участие в жизни региональной столицы. Олег Фурсов поздравил гостей и еще раз напомнил о том, чего удалось добиться в этом году. Город очень активно меняется. У нас произошло важное событие. Буквально месяц назад мы присутствовали при закладке первой сваи в основании моста Фрунзенского перехода, о котором мы говорим последние десятилетия. Он крайне необходим городу для того, чтобы развивать южное направление, повышать инвестиционную привлекательность. Для нас этот год в Самаре ознаменовался еще и большой реформой местного самоуправления. И это тоже очень важно, потому что я все-таки надеюсь, что с этой реформой власть будет ближе к народу. В планах реконструкция еще 26 дорог, открытие новых детских садов и продолжение подготовки к чемпионату мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События. Новогодний подарок от фермеров. Сегодня в Самаре открыли сельскохозяйственные ярмарки. Шанс приобрести качественные продукты у жителей будет до воскресенья. Алина Чемерес не стала его упускать и закупилась к празднику. Бурдинка почем у вас? Бурдиночка 240. Шикарная сварить какая. За свою продукцию фермер Алексей Леньшин из похвестни выручается. Мясо, говорит, свежее и натуральное. Рассказывает, уже и в Самаре появились постоянные клиенты. Вот они вырезки, заточки. Это можно коптить. Все. Бурдиночка. Престец от самой нежной части. На предновогодней ярмарке напрямую у производителей также можно купить мед, сахар, копченость и молочные продукты. Сюда съехались фермеры со всего Поволжья. Торгуют сельхозтоварами в пяти районах города на семи площадках. Самая большая из них на пересечении улиц Каховская и Победы. Места продавцам предоставляют бесплатно. Мест 200 должно поместиться. То есть, как бы, все желающие вполне могут разместиться. Видят, что покупают, что свежие продукты. И за качество видят, что можно потрогать, попробовать. Жители не упускают шанс закупить к новогоднему столу натуральные продукты. К фермерам выстраиваются очереди. Все натурально, все еще обработано. Я лучше здесь возьму целикоспродукцию. Много домашнего своего, экологически чистого. Это мне нравится, это плюс. Это хорошо очень. Все нормально, все и по цене приемлемо. Сельскохозяйственная ярмарка продлится в Самаре до 27 декабря. Я вот тоже кое-что прикупила к новогоднему столу. Пойду попробую. Алина Чемерис, Григорий Пешаков, События. Теперь новости с финансовых рынков. О валютных кульбитах и ценах на нефть расскажет наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Доллар отыгрался, но не полностью. После вчерашнего падения курса американской валюты ей удалось вернуть часть позиций. На выходные Центробанк установил курс доллара США на отметке 70 рублей 26 копеек. Курс евро 77 рублей 5 копеек. Золото стоит 2421 рубль за грамм. Серебро стоит 32 рубля 8 копеек за грамм. Нефтяные котировки медленно идут вверх. За баррель нефти Brent на бирже дают 37 долларов 93 цента. Рост заметен, но пока рано говорить о стабильном росте цен. Зато сайт SkyScanner отметил снижение цен на внутренние авиаперелеты на 8%. Цена на международные рейсы выросла примерно на 10%. На сегодня это все. Удачи в делах. Народный Оскар в Самаре сегодня подвели итоги одного из самых популярных конкурсов последних лет. Акции «Народное признание». О героях нашего времени. Репортаж Алины Чемерис. Почетный нефтяник Борис Усачев 25 лет возглавлял исследовательский институт. Став лучшим в номинации «Признание и уважение», говорит, это награда всего коллектива. Это очень нужно не сколько тем, кому это вручают, сколько те, которые потом вот посмотрят, что есть. Есть такая номинация, есть вообще, есть за что работать, есть на что работать, есть для кого работать. У меня большая семья, у меня два правнука, правнук, правнучка. Когда-нибудь вырастут, посмотрят, и для них это будет, я думаю, это будет для них вообще приятно. Акция «Народное признание» проходит в регионе уже в восьмой раз. В этом году на участие в ней были выдвинуты почти 400 человек. Из них члены жюри отобрали 70 кандидатов. Лучших определили в семи номинациях. Гражданская инициатива «Единство и успех. Новшество. Категория» в начале было слово, которое появилось в год литературы. Победители выявили по результатам народного голосования по трое в каждой номинации. Свой выбор сделали больше миллиона человек. Это такой своеобразный Оскар, только не в области киноискусства, а в области общественной и политической жизни, в области преподавания, искусства, достижения спортивных результатов и так далее, и так далее. На самом деле, это акция, которая позволяет нашим самарцам узнать и увидеть тех, кто живет рядом с ними, и по достоинству оценить возможности нашего самарского региона, где живут такие прекрасные люди. Я бы поздравила всех номинантов и считаю, что каждый из тех, кто принимал участие в этой акции, достоин быть лучшим. Но выбрали жители Самарской области лучших и достойнейших. Наверное, самое главное, должно быть благодарить всех жителей Самары и Самарской области за наш удивительный самарский характер и за нашу очень богатую душу. Тех, кто удостоился народного признания, поздравил вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов. Он отметил, эти люди подают пример окружающим и помогают региону развиваться. С вами, с вашим талантом, с вашей любовью к этой земле, с уважением коллег к вам, он все сделает, все преодолеет. Всего народного признания удостоился 21 номинант. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. Самый большой праздник ждет Самару в 2018-м. Сотни футбольных болельщиков съедутся сюда на матчи чемпионата мира. Познакомят их с городом экскурсоводы, которые уже сейчас обучаются тонкостям дела. С первым выпуском профессиональных гидов познакомила с Валерией Макарова и узнала много нового о родном городе. Мы сейчас с вами находимся на центральной площади нашего города. Когда-то эта площадь была окраиной, называлась Соборной, и сейчас увидеть, что это окраина, достаточно сложный. Образцово-показательная экскурсия специально для журналистов. Проводит ее Кристина Перфилова. Опытный экскурсовод, она легко ориентируется в истории города, поражает знаниями и легкостью речи. Чтобы этого добиться, признается Кристина, заучить наизусть пришлось не один десяток ревеческих текстов. Но главное к делу подходить с душой. Мой девиз такой, улыбка плюс здравствуйте равно хорошее настроение. Я надеюсь, что каждый гид для себя берет именно такую цель. Ведь он не просто знакомит, он погружает, он заставляет любить то место, куда он приехал. Кристина одна из тех, кто будет знакомить с Самарой гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Миссия ответственная, так что и требования к экскурсоводам строгие. Важно, чтобы гиды знали об изменениях, происходящих в городе. Один за другим появляются новые арт-объекты, реставрируются памятники архитектуры. Задачу повысить качество экскурсионного обслуживания еще в начале года поставил глава города Олег Фурсов. Курсы повышения квалификации организовал Департамент культуры, туризма и молодежной политики. Семинары проходят по нескольким направлениям. История Самары, ее литературная жизнь и развитие спорта. Эту работу мы будем продолжать и в следующем году, и в семнадцатом году. Потому что услышали тот запрос аудитории, который есть, и в наших возможностях максимально предоставить им более четкий, более грамотный и расширенный курс по повышению квалификации экскурсоводов. В этом году удостоверение о повышении квалификации получили чуть меньше трети всех самарских экскурсоводов. В следующем обучение продолжится и к 2018 году к встрече гостей будут готовы порядка двухсот профессиональных знатоков Самары. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. А теперь пришло время новостей спорта и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. На водной дорожке паралимпийку Яну Костину сложно отличить от других физкультурников. Девушка уверенно плывет по дистанции, хотя у нее детский церебральный паралич. В 2009 году Самарченко дебютировала на чемпионате России, где выиграла золотую медаль. В декабре 2015 уже мастер спорта, обладатель Кубка России. А начиналась спортивная история с мечты – просто научиться плавать. Тогда Яне Костиной было 20 лет. Она научилась плавать, начала недолго, довольно-таки быстро, но где-то в два месяца все-таки ей было трудно плавать. Но она успешно училась. И настал период, когда ей стало интересно, а как же она плавает, если бы была спортсменкой по плаванию паралимпийской. Таких спортсменок, как Костина, еще четыре в России на мировой водной дорожке. Яне составляют конкуренцию только две представительницы из США. Судя по соревнованиям, как она проплыла, она проплыла, в принципе, хорошо, но может лучше, потому что на тренировке она плавала еще лучше. Если этого достаточно для того, чтобы гонять всех, я думаю, потенциал у нас вообще замечательный. Очередные старты самарской чемпионки намечены на следующую весну. Место в национальной сборной будет зависеть от результата на чемпионате России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Саморогиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok